всем привет привет дорогие друзья и отец николаевич и сегодня battle и моя улыбка ленинградский почти да потому что пиво янтарное амбар а калининграде много янтаря мама привозила да где то есть так что кушке я вообще в зал калининградский идею пришла амбар в общем на этом уже делали обзор пивас разные пивасики добыли горьковская мая и родбер это уже не первый ролик на наши главные ролики наш главный спонсор последнее время до сейчас стали появляться у нас такие обзоры делать новинки варить и сюда нам привозят просто по фану по приколу самим интересно сравнить просто даже для себя даже особо и не просит заделать но нам по приколу самим насколько люди в разливайке грубо говоря да его пиво делают для продажи и сравнить его с тем но он сказал что задумывается уже бутылочки делать да так что возможно где-то ребята и появится но если появится можно будет даже отправлять бутылочки сказал бутылочка хочет это будет прикольно да в общем че будем пробовать амбар на 10 американский амбар лагер я муску сказал когда что мы сделаем за чеку битну хотите делать и хотите нет это ваше дело я потушу амбар найти у нас очень сложно я в горько пускай если я говорю да в америку ребята это ведь практически ничего ну да я даже сейчас немножко так за сорт амбара почитал да то что в принципе он много где появился практически одновременно во многих всех сях света но по факту то одно и то же то есть используется либо двухрядно либо шестирядно солодовая тематика то есть добавляется карамельный для цвета солод ну и хмель как бы все должно чувствоваться тостовый какой-то ароматик такой давай будем пробовать давай я с это ты тут наливать хорошо главное нас сейчас сравнить их мир с собой я понимаю что лучше что хуже пусть им последний раз мы францисканер с пшеничку сравнили это уже раз первым это и нам его вылепить на самом деле уж ладно вылили в себя да ты на балконе оставил я будто вылил чего ладно не рассказывай всем пускай пусть будет так не пускай пыль в глаза людям там намного янтарней но брала не раз конечно пробовал но сейчас на так себе я сегодня купил за 98 рублей 98 до 98 рублей бутылочки для но это перекрестки без всяких скидок но совсем не дешево да и вот это вот допустим у него ну вот сразу же по цвету у него номер вообще не похоже да это штамма до или ржаной это антар но по цвету это вообще не амбра согласен вещи хотим хотел начать слепую сделать во первых они фильтрованные давно да здесь фильтрованный и по цвету это больше пшеничка чем амбр ну да ну вот это амбр сто процентов а здесь вообще никак не похоже так что даже не знаю это точно да да уверен да хорошо да еще то сколько сканер давай все таки все-таки по классике да куда здесь вот поджаренный хлебушек тостик такой принципе классика карамельный вкус карамельный аромат аромат чуть-чуть хмеля солодовая чувствуется чувствуется кислый хлебушек то есть принципе как сорт тоже цвета соответствует цвет соответствует до красный до лагерка здесь как бы нет здесь вообще нибудь вообще не давай было смотреть на улице жара поступить сильно хочется ненавязчивый с карамельный вкусом но здесь больше хмель все-таки хмель забивать карамель даже ну хмель приятный приятный холодненько в жару вообще не что но не очень холодно где-то газ 8 на 7 8 хороша дохаром а самое то да вот опыта для подачи просто меня хорошо поиграли суши здесь вот хмеля да больше чувствует чем карамель то есть немножко как бы стиль тоже да непонятно правильно неправильно ну чистое идеально да я бы не скажу плохо ты вполне прилично хорошее пиво на 98 конечно дороговато опять сейчас непонятно одесса верно пшенички но не фильтрованная похоже это не фильтрованная не фильтрованная пистеризованная габболинизация такая мелкая тоже прикольно здесь здесь пшеничка больше пахнет на камере аромат очень кислая тесто прямо на бутерном чуть дуга на львов на рамок вытал прямо тесто да тоже карамель то есть немножко здесь явно цвет вообще не попадает стиль никак вам да точно не попадает давай пробовать дать право в кусту может быть и выпадает да да совершенно другая ну слушай мне даже это больше путь нравится но здесь здесь хмелей очень много они перебили хмелями немножко перебором да сделать хотя вот я такой вкус тоже люблю классно как бы как бы она более даже в аппе какой-то идет большинство рдаш пил пил запа ну нам сам парк конечно я бы его не назвал да я бы тоже не звала бы это просто вагиок такой но вагиоком причине фильтрованный фильтрованный лагер ну тоже карамель есть чем-то да карамелька я амелька есть тоже есть карамелька она достаточно некий сана здесь нет для цвета для вкуса да для вкуса цвет она не дала так такого прямо дала на цвета такой темного вкусненько легонько она легче хмеля здесь по минимуму мне кажется на по градусу намного уступает здесь крепче здесь 5 и 2 5 и 2 детям 4 7 может макси да где так они маленько разные конечно не маленько они вообще разные но здесь вот 100 процентный амбар это прям вот классика только немножко хмеля многовато а здесь я не могу поищают это другое пиво ну почему-то кажется что тут пшеничка все на буду пшеничка немножко добавлено ну по крайней мере кислит от пшенички кого-то или кукурузка или пшеничка нет кукуруза он точно сказал нету потому что в амбар часто добавляют кукурузу кстати одессе добавлены как пустота это как бы норм нет чмены светлые карамели все-таки должно быть но он тоже где что нету кукурузы по кукурузку добавляют для именно амбарах как бы нормально это ну опять же два совершенно разный пиво и опять же пить и важный время но в такой же я был учет возможны но вот правда сейчас попался вообще офигеешь насколько они разные тут хмеля меня и карамели и прям карамельный блин дальше сказать потому что мне принципе понравилось тоже вот пиво прикольно но в плане стиля стиле мне кажется вообще не попали это амбар как бы это на все-таки какой-то свой брат может быть это желтый амбар пенски пенски пиво прикольно да куда беру амбар мне охота чтобы карамелька была по-любому да ты знаешь вот вот но она не пахнет разливать их опять же но свежим только вчера и он наливал это очень свежая очень свежая чувствуется свежая чувствуется свежая даже должен где-то подыгрывать маленько на ну не кажется что вот именно от винтарном пиве вот к кислинке не должно быть она должна быть сладковато это кислинка кому-то от пшеничего пива идя она больше на пшеничка какой-то похоже да здесь должно быть немножко сладковато горелками тостики хлебная солодовая знаешь такая тематика ну и хмель здесь хмеля то вот здесь очень много карамели очень много здесь перебор ножка смеляли но это неплохо это наоборот прикольно этом пиона в кусте дает она добавляет как бы ему только плюсы плюсы уж там термельные чувствуется что такое себя именно хмели там классно вот насколько я помню мы всегда погоди сказали что нам очень нравится по да и не нравится и по и по них учиться вообще стоянные у них посредством камеру вот это мне тоже понравилось большими по их не да конечно стопудово здесь здесь совсем другой аромат и здесь совсем другой вкус плохо это не назовешь это нормально когда я беру амбар не хотам пор да а здесь будет не так нет если бы он допустим сказал там взять какой-то лагер я бываю взял но он пишет амбер поэтому я взял и даже ему сказал что да вот как пожалуйста возьмите но даже по свету вот так сразу же все на тысячу ребят ноты а пить охота и той долгой почему они совершенно разные ну когда так смешаю интересно будет чё будет перско горьковская объединение дружбы а вдруг они кого-то не фильтровка получила прекрасный красный пил знаешь что похоже на немецкие типа дюнки или не дюнки или а вот такие светлые пшеничные пшеничные светлые немецкие шнайдер вайс какой-то будет светлые карамельные шнайдер вайс какой-то да да что ты шнайдера цвет вообще очень похож горьковская прибивает на это уж начать попробуй она перебивает у него больше хмеля там хмеля конечно ну да здесь горько пахнет тоже вкусно сейчас кислинка с горчинка разбавились и сладость такая сладость такая приятная стала нейтралочка там газовал тут заднюю сдавал а тут как бы на нейтралочки ну и машину закрылась пивку выпиваешь так интересный обзор конечно по поводу интерного пива что-то как-то непонятно если честно вкусно и вкусненькая да но не стиль не стиль сравни сравнить тут было нельзя но вкусно вообще как так друзья делать эксперименты покупайте разные пивасики сравнивайте берите разливайки да допустим там говорят вам там амбер там еще что-то приколитесь возьмите допустим кого-то производителя крупного до который все-таки ну на масс-маркете уже стоит на масс-маркете все но там класс классический до стиль какой-то если он более продаваемый то есть а там уже что-то более-менее стандартное и сравнить допустим кто что вас продают и предлагают очень интересно будет мне понравилось такое обзорчик как-то смогут сделать интересное необычное что-то добавить добавить да и когда ты сравнишь с эталоном грубо говоря да да не так крутили крафтики все-таки да да это это же крафтовая пивоварня по сути ну да чем маленькая пивоварня маленькая небольшая крафтовая не развивается еще только входит ну конечно конечно это только начало до начала неплохое все классно получается как и у них очень хорошо пшеничка очень прикольно ланды если вы впереди пишите нам и скажем где купить родбер или оставим даже в комментарии в целом ссылочка в описании где тобой да если вы гости еще что-то если нет то просто берите пиво эти магазин возьмите разливай какой-нибудь посравнивайте ну прикольно как минимум будет веселее пиво пить при просмотре нашего канала поэтому ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на яндекс зен мы там на чаще же на youtube конечно же ну на цен больше подписчиков совсем мало друзья почему вы не хотите смотреть даже даже российский канал это российский канал это монетизация друзья им рекламу не хотят смотреть я знаю на youtube рекламу снято конечно хорошо смотреть а блогеры блин блогеры только вот рекламные ролики теперь снимали когда пиво бесплатно бесплатно ну что мы пощаться вам друзья всем хорошего настроения всем пока пока а